Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, всем доброе утро, шалом, шавуатов, хорошей недели. Значит, меня зовут Ицкак Пентусевич, кто не знает, это первый раз может быть на моих уроках. И меня зовут Ицкак Пентусевич, и мы изучаем Мишли, притчи царя Соломона. Сегодня у нас 17 глава, и мы уже продвинулись. 17 глава, 13 и 14 отрывок, 13, 14 и 15 отрывок, они вместе идут, 13, 14 и 15 отрывок. Все, всем привет, всем постоянным участникам урока Торы, огромный привет. У нас уже, слава Богу, есть прямо мы 17 глав прошли уже вместе, и с Божьей помощью закончим в этом году Мишли, притчи царя Соломона. И я планирую с Божьей помощью издать книгу, без Раташем, издать книгу, двухтомник, потому что каждый урок же есть потом описание, вы можете в конце смотреть всегда, добавляют в лоткосов описание урока, и вы можете еще раз повторить. Есть короткий перевод урока и так далее, то есть очень полезно. Запомните, тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. То есть очень важно не просто поприсутствовать на уроке и понять, а важно понять и запомнить, и потом применить. Вот тогда жизнь изменится полностью, то есть мы сейчас изучаем самую высшую мудрость божественную, которую царь Соломон получил от Бога, он был пророк, которую он воплотил, проверил все своей жизнью, и которую он нам передает. А теперь вопрос, кто сколько возьмет. Один человек послушает, а ничего не возьмет, скажет, я умнее, пойду лучше слушать Познера, чем царя Соломона, зачем мне царь Соломон, пойду Познера слушать. Другой возьмет какую-то одну-две вещи, а третий может взять себе прямо очень много, но чтобы взять, нужно повторять. Это очень важная вещь. Все. Теперь, значит, мы дошли до тринадцатого отрывка, до тринадцатого отрывка, в котором царь Соломон нам говорит следующую вещь. Прямо дословно переводится это так. Тот, кто возвращает злом за добро, не уйдет зло из его дома. Вот задают многие вопросы, а как же, вот я делаю людям добро, а они мне делают зло, как же так, почему так. Вот в этом отрывке есть полностью ответы на все, все разговоры, как на Востоке говорят, карма. Вот здесь царь Соломон нам открыл все действительно нюансы, как работает то, что называют закон бумеранга. На Востоке называют это кармой, а Тора называют это по-простому. Та мера, которую человек меряет, меряют ему. Значит, объяснение такое, послушайте. Значит, мы шивраатахатова. Есть зло, есть добро. И вот человек, ему сделали добро, а он ему возвращает злом. По Торе запрещено мстить и быть злопамятным. Запрещено мстить и быть злопамятным. Ну вот представим ситуацию. Кто-то делает другому добро. Например, давайте возьмем пример какой-нибудь, что является добром. Например, человек просит своего знакомого помочь ему перенести мебель в доме. Знакомый приезжает, переносит ему мебель, помогает ему двигать мебель в доме. Помог ему, говорит, все, дружище, вот тебе помог я, давай. Проходит месяц. Тот ему говорит, слушай, а ты можешь мне приехать помочь перевести мебель? А тот ему говорит, нет, не могу, не буду тебе перевозить мебель. То есть тут вопрос, это не прямое такое зло, да? А если он ему говорит, возвращающий злом вместо добра? Он говорит, а мебель хочешь, чтобы я тебе помог перевести? И пошел ему, пошел ему и разбил ему его мебель. То есть он ему сделал, давайте возьмем, не просто отомстил, не просто не помог, а сделал именно зло. Он ему приехал и разбил всю ему мебель, да? Написано, что не отойдет зло из его дома. А вдруг он сделал шуву, вдруг он раскаялся. Может же у него быть такое, что он после этого начал делать добро. Вот он начал делать добро, что дальше тогда? Вот тут интересно, говорит Малбим, что если он когда-то отвечал злом на добро, та мера, которую человек меряет, меряют ему. Даже если он сейчас исправился и он начал делать людям добро, то вот то, что он когда-то делал злом за добро, оно с ним еще будет долгое время оставаться. Пока не исчерпается весь запас того, что на него должно вернуться, за то, что он когда-то делал зло. Вот здесь очень интересна эта вещь, что даже если он перестал делать зло, то тогда на него все равно какое-то зло возвращается. Я знаю, вот я когда начал, стал религиозным. Нерелигиозный человек, он живет в какой-то придуманной системе координат. Да, вот он, там есть люди, называющие добром, например, называющие добром. Я расскажу вам из Экклезиаста, я вчера читал объяснение на Экклезиаст, там есть такой отрывок, что в месте, где мишпад, где суд, злодейство, говорит царь Саламон, видел я в месте, где суд, есть злодейство, и видел я в месте, где цеды, где справедливость, тоже злодейство. И объясняет, как это так, в месте, где суд, я видел злодейство, в месте, где справедливость, я видел злодейство. Объясняет, Бен Ишхай был такой мудрец из Вавилона, да, из Ирака современного, он объясняет так. Что значит, видел я в месте суда злодейство? Он говорит, смотрите, в доме были, когда, до того, как Бог уничтожил дом, там были законы. По этому закону, человек, который помогал, помогал бедному, который зашел, его убивали, казнили страшной казнью. То есть, это считалось злом помочь бедному. Почему? Потому что они говорили, сейчас одному бедному поможешь, потом, значит, к нам бедные будут ходить, нам бедные здесь не нужны. Поэтому тот, который делает добро бедным, его надо казнить. Это был закон с дома. То есть, в месте суда там было злодейство. Или он приводит пример один из законов с дома. Если человек, он замужняя женщина, беременная, и он ее, значит, ударил, и у нее выкидыш, так он должен же вернуть ребенка, так он должен тогда эту женщину забрать себе и сделать ей опять ребенка. То есть, она замужняя женщина, но это как бы они считали справедливостью. То есть, иногда бывает, что суды настолько извращенные, как было, например, в нацистской Германии. Да? По суду, абсолютно по закону. Они брали и больных людей убивали. Они убивали евреев, включая детей. Это у них было по суду закон. Кто, значит, нарушит закон, тому смерть. Кто защитит там больного или ребенка, или евреев, все, значит, смерть. То есть, это то, что сказал царь Самон, в месте, где суд, там бывает злодейство. Теперь, и он приводит Бенышка, а что значит в месте, где справедливость, бывает злодейство? Значит, он приводит такую историю, как приходит один человек к Равину и говорит, Рэбе, я совершил преступление, хочу сделать шуву, хочу раскаяться. Равин ему говорит, а какое ты сделал преступление? Он говорит, ну, я сделал такое преступление, хочу в нем раскаяться. Я после еды, есть такой закон, что когда ты покушал, нужно сделать майя махроним, омыть руки. Омыть руки, да? Значит, я не омыл руки после еды. Тот ему говорит, ну, это не такое уж большое преступление, ну, как бы, сильно не переживая. Тот говорит, ну, я да, я все равно переживаю, но как бы все равно я, у меня есть оправдание. Тот говорит, какое у тебя оправдание? Он говорит, ну, я омываю трути перед Беркат Амазона, перед благословением после еды. А я все равно благословение после еды не читал. Поэтому у меня есть оправдание, что я не омыл руки. Тот ему говорит, ну, то, что ты не читал благословение после еды, это намного более серьезный такой проступок, да? То есть, ты же покушал, написано в Торе, будешь есть и насыщаться, и благословлять Бога. А ты не выполнил заповедь из Торы, это уже более серьезно. Тот говорит, ну, у меня есть оправдание. То есть, то, что я не сказал Беркат Амазон, у меня есть оправдание. тут я как бы ничего плохого не сделал тот говорит, а какое же у тебя оправдание он говорит, но я еду некошерную ел, так я же не буду после некошерной еды читать Беркат Амазон тот говорит, но то, что ты ел некошерную еду, это не оправдание того, что ты не читал Беркат Амазон это преступление, которое ты сделал это вообще нельзя есть некошерную еду тот говорит, ну вы меня простите это вообще не преступление, потому что у меня есть оправдание, я значит как я мог в Йом-Кипур найти кошерную еду, ведь в Йом-Типур же нету еды, а Йом-Типур это день поста, самый святой день в еврейском году, когда вообще это пост, нельзя ни есть, ни пить, и он говорит, а как я мог найти в Йом-Типур кошерную еду, я должен был покушать, мне хотелось сильно кушать, тот говорит, слушай, какое же это оправдание на Беркатова зон и на некошерную еду, это же ужас, это вообще страшное преступление, за это карет, за это отсечение души, он говорит, нет, вы меня поймите, я же ничего плохого не делал, я же эту еду-то, я в принципе ее где мог взять, эту некошерную еду в Йом-Типур, я ее просто украл, в общем, Равин его выгнал, говорит, все твои оправдания, они еще хуже, они еще хуже, чем то, что ты оправдываешь, это то, что имел в виду царь Самон, говорил, когда наблюдая за людьми, я вижу, что и в месте, где суд как бы идет справедливый, там есть злодейство, и в месте, где люди оправдывают себя, там есть злодейство, теперь к чему это, к чему это я здесь привожу, да, вот смотрите, тринадцатый отрывок, Мэшивраа тахаттова, тот, кто возвращает злом за добро, ло тамуш раами бейто, не уйдет зло из его дома, значит, если человек делает зло, то тогда ему возвращается зло, если он перестает делать зло, с этого момента у него включается новая причинно-следственная связь на небе, и он, значит, делает другим людям добро, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба, ну как же быть с тем, что он раньше-то делал, теперь, если он сделал шуву, сделал он шуву, он раскаялся за то, что он раньше делал, и он раскаялся перед Богом, он сказал Богу, все, я там, ну просто виноват, 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 но все эти люди, которым он делал зло, он же их не нашел и не попросил у них прощения, и они его не простили, и получается, что если он делал зло людям, то тогда, даже когда он раскаялся, то то зло, которое он делал людям, его догоняет, я уже рассказывал, я когда-то слушал по радио одного раввина, спрашивала, каббалисты такого, да, в Израиле по радио слушал передачу, и там звонят раввину, задают вопросы, и одна женщина звонила и говорит, вот у нас с мужем был бизнес, фабрика, и потом, значит, мы в этой фабрике, мы ее закрыли, и с тех пор, когда мы закрыли эту фабрику, мы начинали много раз бизнес новый, и везде мы прогорали, везде мы прогорали, сейчас мы остались уже без денег, вообще не понимаю, что, вот как черная полоса уже идет несколько лет после закрытия этой фабрики, не понимаем, почему, этот раввин говорит, а скажите, вы когда фабрику закрывали, вы с рабочими рассчитались? Она говорит, нет, мы тогда не рассчитались с рабочими, потому что мы посчитали так, что мы деньги потеряли, значит, мы рабочим не должны. Он говорит, секундочку, ну рабочие-то работу сделали, то, что вы потеряли, это глобально ваш был, это был ваш бизнес и так далее, но рабочие-то отработали на вас, отработали, работу сделали, сделали, вы должны были с ними рассчитаться. Теперь, пока вас эти рабочие не простят, почему вам должно везти? Вот это вот иллюстрация как раз вот этого случая. Он говорит этой женщине, этот раввин, найдите рабочих, пока они вас не простят. Представьте, человек работал целый месяц, у него семья, дети, он должен принести им зарплату, он приходит и говорит, вы знаете, мне не заплатили за месяц. То есть для рабочих это было страшно, у вас деньги остались, вы фабрику закрыли, у вас деньги остались, но на небе как раз вот то, что здесь написано. Тот, кто возвращает злом за добро, не отойдет зло из его дома. То есть вот то зло, которое они сделали этим рабочим, оно с ними двигалось, двигалось, двигалось дальше. И он говорит, для вас будет исправлением, если вы их найдете, вернете им деньги за то, что вы им не заплатили за ту работу и чтобы они вас простили. Тогда с вас снимется вот это вот то, что вы тогда сделали. Так я слышал по радио, ответ, ответ раввина. Теперь дальше. Но мы должны знать вот этот вот принцип и он объясняет многое. Я могу так сказать, вот когда я стал религиозным в возрасте 26 лет, до этого я делал много разных поступков, я не знал, что такое добро, что такое зло. То есть в спортинтернате добром считалось, если кто-то на тебя не так посмотрел, ударить первым, да, чтобы не смотрел не так. Это считалось добро. Теперь, то есть система координат, в которой живут люди, очень часто она идет в разрез с божественной системой координат. И потом, когда я стал религиозным, вот 26 лет это произошло, я начал все соблюдать и так далее. Где-то еще года два, года два я очень плохо себя чувствовал. Особенно было вот когда день суда, Роша Шана, и вот как раз здесь Роша Шана, день суда, потом мне 10 дней раскаяния и потом Йом-Кипур. Это как раз время для того, чтобы пересмотреть свою жизнь и раскаяться в том, что ты делал. У меня где-то года два у меня страшные были. Я болел вот постоянно вот эти 10 дней. Я болел, у меня были головные боли, там очень плохо себя чувствовал. Пока месть я не, ну как, не очистился внутренне от всех тех запасов, которые тогда, ну когда-то, видно, я сделал какие-то вещи неправильные. Дальше, 14-й отрывок. 14-й отрывок звучит так. Значит, потер-маем, значит, потер-маем это как открывающие воды в начале ссоры, перед тем, как разольется вода, нетош, отойди от этой ссоры. То есть, давайте еще раз дословно. Начало, переводят, поменяли местами, чтобы было понятнее. Начало ссоры, это как прорыв воды. Останови ссору, прежде чем она разольется. Значит, когда люди, ну ссора это неправильно, Мадонн это не ссора, а это как раз, когда есть не ссора, Мадонн это суд. Начало суда, прорыв воды. Оставь суд, суд, прежде чем разольется она. Мадонн это не просто ссора. Есть люди, которые просто ссорятся, это называется риф. Риф это просто ссориться. Мадонн это когда они за что-то судятся. Когда у них есть какой-то финансовый спор, какой-то вот именно у них есть как дин, за что-то они судятся. И вот два человека, допустим, они судятся. Я помню, у меня когда-то был в Израиле, единственный у меня был суд здесь, сделали, сделали, значит, нам ремонт, и неправильно там теплый пол, неправильно, ну лег теплый пол, просто неправильно. Они говорят, мы переделаем. Переделали они. Второй раз тоже он начал подниматься, ходить там и так далее. Они говорят, давай мы второй раз переделаем. Я говорю, смотрите, вы уже один раз сделали, не получилось. Второй раз починили, не получилось. Третий раз, чтобы вы переделывали, я не хочу, потому что уже, ну как бы, давайте вы отдайте мне деньги, а я найму других мастеров. Они говорят, нет, деньги мы отдавать не будем, потому что это снимать, ну то есть это не будем. Я говорю, хорошо, значит, и вот тут наступил момент, когда мы могли каким-то образом договориться, и у нас бы суда не было. Но в тот момент я еще не учил вот этот отрывок, что лучше остановить суд, прежде чем вода разольется. И я, значит, говорю, ладно, тогда пускай по закону есть суд в Израиле, мне было интересно, давай будем разбираться. Нанял я адвоката, адвокат говорит, заплати деньги. Нанял он адвоката, его адвокат говорит ему, заплати деньги. Дальше год продолжался суд. У меня один адвокат, потом этот адвокат куда-то уехал, второй адвокат, второму заплати деньги. Все, потом суд, в общем суд, знаете, что суд присудил? Суд присудил, чтобы они сделали еще раз, чтобы они починили. Я говорю, так, а смысл в этом? То есть, если они два раза починили, и оно не работало, то третий раз чинить, какой в этом смысл? В общем, смотрите, мне это стоило просто еще дополнительных денег, и я вернулся к тому же результату, который был в начале. Но иногда так оно не заканчивается, потому что когда обе стороны начинают воевать друг с другом, то они начинают уже воевать серьезно. Поэтому советует нам царь Соломон, что когда вода еще не прорвалась, то есть начинается только суд, то лучше договориться. То есть лучше договориться, пока суд не начался. Почему? Потому что если уже суд начнется, это будет намного тяжелее результат, и ты никогда не знаешь, как оно повернется. В еврейском суде судья вначале говорит сторонам, постарайтесь договориться, сделайте пшару, пшара это договоритесь между собой. Если они не договариваются между собой, тогда нам говорит 15-й отрывок. 15-й отрывок нам тогда царь Соломон говорит. Мацдик раша умаршея цадик, тот, кто оправдывает злодея и обвиняет праведника, то ават ашем гамшнеем. Это мерзость для Бога два этих случая. То есть дальше царь Соломон нам говорит. Если уже суд начался, если суд начался, если уже вода прорвалась и начался суд, тогда мы не имеем права в середине суда сказать им, судья не имеет права сказать им договоритесь. Почему? Потому что в этом случае он уже должен довести суд до конца. Потому что если он сейчас судья, если он сейчас судья, он оправдает злодея и накажет праведника, это мерзость для Бога. Почему? Даже маленькая вещь. Вот, допустим, есть суд. И злодей в этом суде он выиграл. То тогда получается, что это грабеж. То есть ограбили вторую сторону. Просто ее ограбили. Если даже им сейчас предлагают договориться, то это, если один из них действительно прав, а второй не прав, то тот, который прав, ему предложили договориться и уступить. Это у него забрали. То есть у него украли. Понятно? То есть это очень серьезная вещь. Поэтому до того, как начался суд, лучше договориться, чтобы обе стороны чувствовали себя нормально. Но если уже суд начался, должно быть обязательно справедливо. Потому что несправедливый суд, это самое страшное. Написано, есть семь заповедей для потомства Ноаха. Но Ноах, это было вот все человечество, оно после потопа произошло от Ноаха. Все, все люди на земле произошли от Ноаха. И Бог дал Ноаху семь заповедей. Из них была одна повелевающая и шесть запрещающих. Одна повелевающая заповедь для всего человечества, знаете, какая была? Бог сказал, творите справедливый суд. Должно быть, живите честно. То есть должно быть все честно по суду. То есть это самая важная заповедь, которую Бог дал всему человечеству повелевающая. Понятно, да? Поэтому пятнадцатый отрывок. Это мерзость для Бога в два этих случая. Мерзость для Бога это опасно. Потому что если ты делаешь для Бога что-то, то, что Бог не любит, то отдача, конечно, нам уже об отдаче сказали. Тот, кто возвращает зло за добро, не отодвинется зло из его дома. Понятно, да? А теперь давайте подведем итог. Значит, первое. Очень важно, очень важно следить за всеми своими действиями. Особенно в отношении людей. И не допускать того, чтобы люди на вас обижались, злились. Потому что вам кажется, что вы правильно действуете. А возможно, это неправильно. И тогда вот этот вот, как бы, есть депозит на небе. Когда ты делаешь добрые дела, ты создаешь депозит на небе. Но когда ты делаешь плохое дело по отношению к кому-то, ты создаешь наоборот на небе, как меч, подвешиваешь меч, который, этот меч, он в любой момент может на тебя упасть. Если человек подвесил себе много мечей вот этих, он делал зло, отвечал злом на добро, и он подвесил себе много вот этих мечей, то потом, даже когда он начинает делать добро, в этот момент, в этот момент на него начинают падать мечи. И это очень неприятно, когда есть люди, которые становились религиозными. А особенно, когда человек становится религиозным, у него включается, он как бы выходит на луч прожектора. То есть он с Богом становится в более тесных отношениях. И чем больше света, тем виднее все изъяны, грязь и так далее. Поэтому, конечно, ситуация сложная. И чем меньше человек вступает вот в эти финансы. Поэтому вот те люди, которые праведники, они стараются минимально вступать в финансовые отношения с другими людьми, все оговаривать заранее, идти, чтобы у них все было четко предусмотрено, чтобы не попасть, не дай бог, в ситуацию, когда ты ответил злом за добро, и потом за это годами расплачиваешься. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня. Напишите, пожалуйста, свои выводы, поделитесь своими выводами. Поэтому присоединяйтесь к ВАИКРе, обязательно подпишитесь на страницу нашу в Инстаграме. Урок сейчас идет одновременно и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Уже у нас в Фейсбуке вот сейчас 250 человек на уроке, а в Инстаграме всего 12. И очень хочется, чтобы у нас в Инстаграме тоже было больше участников. Вот Коган Орлит, молодец. Приходите каждое утро в 10.00 с 10 до 10.20 идет урок. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, хорошей недели, хорошего месяца. Всем пока.